Всем привет! С вами Чайковская Екатерина. И сегодня я хочу поговорить о системных требованиях, которые выставляет программа Adobe Illustrator к вашему компьютеру. Многие пугаются того, что здесь написано, особенно учитывая, что в среде дизайна часто работают именно девушки, и они сами не занимаются установкой программного обеспечения. В общем-то, вы можете зайти непосредственно на официальный сайт Adobe, это Helpdesk. И здесь четко расписано, написано. То есть последняя версия, марта 2018 года. То, что они нам рекомендуют. Процессор Intel Pentium, Microsoft Windows 7 и с пакетами обновлений. Как минимум 1 гигабайт оперативной памяти. 2 гигабайта свободного пространства на жестком диске. Это то, почему я вам говорила в предыдущем видео, что будьте готовы, что будет долго качаться. 2 гигабайта это много. Разрешение экрана 1024 на 768. Соответственно, мониторы. И вот здесь еще много всего интересного. Заходите на официальный сайт, там будет максимально актуальная информация для того, чтобы понять. Здесь все прописано, на каких других языках сделан непосредственно Adobe Illustrator. То есть, вы видите, можно там на португальском, на турецком, на украинском, на русском. Ну и многие другие. Смотрите, в принципе, сейчас все компьютеры, если у вас он более-менее современный, они будут тянуть Adobe Illustrator просто в разной степени быстроты и скорости работы. Я непосредственно в данный момент у меня используется с тарой ноутбук Хьюлит Паккарт, которому уже непосредственно 7 лет. И вполне себе успешно ставлю на него данные программы, и он работает. Да, он у меня достаточно мощный, да, он рассчитан на игровые приставки. То есть, когда его покупали, он позиционировался как игровой ноутбук. Но он вполне успешно справляется в работе с Adobe Illustrator, работа в Adobe Photoshop и непосредственно еще и запись видео. То есть, я в параллели включаю все эти программы. Ему иногда бывает сложновато, когда очень тяжелые файлы, но он с ними справляется. На что хочу обратить внимание, если не вчитываться в эти системные требования, это вот можете показать там программисту или человеку, который будет устанавливать, если вы будете это делать не сами, чтобы он оценил. Либо же, когда придете в магазин, сказать то, что мне вот нужен ноутбук, который будет работать там, или компьютер с Adobe Illustrator, последней версии. Поскольку при создании дизайна одежды вы не прогружаете систему на все 100%, то есть, ну, очень редко бывают супертяжелые файлы, которые программа там обалдевает пересчитывать. Поэтому практически любой компьютер справляется. Единственное, бывает, что потупливают. Если очень старые ноутбуки, там, 10-летние, либо совсем маленькие, такие, которые рассчитаны на работу с текстовыми документами, они начинают сходить с ума. Но вот по моему опыту у меня есть маленький Lenovo, который именно рассчитан для работы там с Excel и Word. В нем обычно больше ничего не делается, там, прочитать почту. Но у меня на нем стоит дежурная версия Adobe Illustrator, для того, чтобы я могла просто, ну, открыть, проверить. У меня, наверное, бывают, приходят какие-то данные. Мне нужно посмотреть. Он с этим справляется. Работать на нем неудобно. У него плохой монитор, не хватает качества, цветности, разрешения. Но программа устанавливается и работать можно. Если у вас в макбуке, туда встанет все идеально, потому что Adobe, она туда встает как родное, изначально разрабатывалась под маке. И, в общем-то, все, что хотелось сказать. То есть не бойтесь, пробуйте ставить. Скорее всего, к вам на ноутбук встанет. Желательно его почистить предварительно. У меня есть информация, кому интересно, в статьях, как почистить, то есть там посмотреть и корзину прочистить, и автозагрузки, для того, чтобы компьютеру было полегче работать. Может быть, в каких-то случаях нужно там добавить оперативную память, если есть такая возможность. Большинство компьютеров тянет. Для дизайна одежды этого достаточно. Если вы там суперспециалисты, работаете с видео, аудио, я считаю, что это не совсем ко мне вопрос. То, что обращайтесь скорее либо к Adobe, они вам подскажут, нужно ли что-то сделать с вашим ноутбуком, либо к профессиональному программисту или администратору, который будет устанавливать вам программу. Для работы с дизайном одежды вам хватит. Стандартного компьютера и стандартных требований. Если спрашивают, вот, пожалуйста, сайт adobe.com. Здесь все системные требования в последней версии предъявлены. И вот на своем примере я показала, что прекрасно встает даже на старые компьютеры. Специально это делаю, потому что знаю, что не все люди обладают суперновым оборудованием, но это совершенно не мешает в работе. В идеале, если брать те требования, которые у нас европейские какие-то, да, да, купите себе макбук про, на него поставьте и там работайте. Вы будете выглядеть как суперпрофессионал. Но на результатах работы это может и не сказаться, если вы не будете понимать, как работать с программой и что вам нужно непосредственно сделать в плане эскизов или тех схем, то, чем вы там занимаетесь. Поэтому все проблемы компьютера находятся в 20 сантиметрах от него, то есть сидят перед ним. Главное, чтобы вы понимали, что вы делаете, и даже слабенький компьютер вам сможет в этом помочь. Если вы поймете, что не справляетесь, но поменяете. Моя политика такая, пока есть что-то, попробуйте работать на том компьютере, который есть. Если вы поймете, что вы совсем не справляетесь, и это ваш основной ресурс, ну, тогда уже вложите деньги и купите что-то более дорогое, более профессиональное. По поводу того, что лучше брать, PC или MacBook, я считаю, что это личное дело каждого. Да, MacBook'и, они в чем-то быстрее, но я знаю много людей, которые не любят данную операционную систему и не комфортно с ней работать. Они работают совершенно спокойно на Windows или вообще на Linux, и все хорошо. Выбирайте то, что комфортно вам, пробуйте ставить сначала на то, что у вас есть, почистите компьютер и функционируете. Если появились вопросы, пожалуйста, задавайте, я буду рада на них ответить, либо же передать их в свою службу технической поддержки, ну, либо, если мы не справимся, то отправим вас в Adobe Illustrator, они вам точно ответят. Большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока!